Добрый день, скажи как тебя зовут? Настя. Настенька, вот Настенька, видите, трое таких замечательных детей, также у нее, это получается тетя твоя, да? Тетя, она инвалид и бабушка лежачая, вот здесь лежит бабушка, их нет, и у нее случилось большое горе, что у тебя случилось? 1 января умер муж, а что за диагноз? И ты осталась одна. Вот такая замечательная молодая девочка, осталась одна, пока был муж, ее семья не требовала помощи, потому что муж работал и все хватало, а сейчас она не прописана нигде, и пособие на деток она не получает, вот этих славных малышей, а из-за чего вы не прописаны были? Потому что она квартиру переделывает. Переделывает квартиру, да? Значит, с под ДНРским документом, да? И получается, нет у вас сейчас никакого пособия. И гуманитарки, нет, детям детям. Не выплаты, ни гуманитарки, ничего. А как вы собираетесь жить дальше? Ну, мне помогают с пропиской люди тоже. Пытаются, да, помочь? Да, договариваются, но сейчас пока... Ну, сейчас дело в том, что, ребята, вы видите все мой репортаж, видите депутаты, видите другие люди о том, что есть такая ситуация. Я думаю, что уровень государства, он более высокий, я думаю, может кто-то увидит репортаж, помогите девочке с пропиской. Или хотя бы помогите тем, чтобы она получала хоть какие-то пособия, пособия для детей. Очень трудно это все видеть, понимаете, такое горе случилось. И вот эти славненькие, такие прекрасные девочки, у тебя трое дочечек, да? Да, все девочки. Все девочки. И вот теперь она осталась одна, и, к сожалению, помочь особо ей некому. Она стесняется, не говорит, что им трудно, но это действительно так. Мы приехали сейчас, привезли вот наш продуктовый набор, у нас, мы уже проехали тут полдонецка, и остался у нас продуктовый набор, заехали к ней. Ну, это мало. И сегодня благодаря Наташе Зорченко из Санкт-Петербурга, мы не только тебе даем от нее продуктовый набор, мы еще даем тысячу рублей, держи хотя бы. Спасибо большое. Хоть как-то поддержать, у тебя же маленький такой есть. Я надеюсь, дорогие друзья, это Бирюзова. Если кто хочет помочь этой семье, всегда рад поделиться адресом ее. А также, я думаю, что в ближайшее время я еще приеду и привезу вам продукты обязательно. Спасибо. Спасибо огромные люди, низкий вам поклон, спасибо Наташа. Сегодня как-то очень тяжело было, сегодня столько семей было, и все очень трудно с такой сложной историей. И вот, к примеру, твоя тоже история сложная. И больно это все видеть, как страдать, ну ничего, мы прорвемся, правильно? Прорвемся. Без этого никак. Тебе по-любому нужно воспитывать дед.